На следующих тем, после заслуженного отпочинку, хоккеисты 2005-2007 года ународжения обновили тренировочный процесс. На початку липения началась персезонная подрыхтовка, а уже на этом тыдне прошел первый лед молодой команды. До працы проступили 27 улицов под кировництвом головного тренера Сергея Колосова и под новой назвой команды. Татьяна Грышук расскажет. В межсезонье отбылись кадровые измены, они закранули склад фарм-клуба, агеканшатковые еще не сформированы, и кировничую посаду. Экс-оборонцы национальной сборной Беларуси Сергея Колосова ввошел у тренерских штаб Немана в 2021 году, а в новом сезоне добитую у якости тренера молодой команды. А кроме того, Неман-2 отримал новую назву «Прогресс». Это досылка до вытоков команды. Я только приступил с этого года к работе. Ребята пришли после отпуска, поэтому первая неделя была такая втягивающая, как я говорю, знакомство. Вторая неделя уже началась уже усиленного вида, потому что специфическая работа пошла на льду, на земле. Пока у нас идут стадии разработки состава, потому что ребят очень много молодых. Остались ребята, которые с того года постарше, то есть сейчас идет комплектование состава. Я тут позанимался немножко, конечно, селекционной работой, подтянул ребят из Лиды, чтобы они оставались у нас в области. То есть их мы сейчас просматриваем. Есть парень, который приехал со школы Руслана Салея, тоже у нас проходит просмотр. Поэтому команда комплектуется. В улице «Прогрессу», а именно так теперь называют дружину, короняякой, як и профессийных хоккею, при нем они тесно связаны со славутой, вядомой господаркой, с однойменной назвой у вертолишках. За час в отпуску поспели засумовать позвыклой для их тренировочной атмосферы. Это стало одной из умов их отказного подыхода до перецезонных сборов. Не секрет, что старт является тяжким выпробованием, до якого рыхтуются загадя, как у дальнейшем справляться с усими нагрузками. Як поделилась тренер по физичной подрыхтовцы, для хоккеиста важно зауседу знаходиться у оптимальным мышечным и эмоционным тонусе. «Предсезонка всегда тяжелый процесс. После лета все ребята стараются подключиться, работать на максимум. Мы занимаемся тем, чтобы восстановить у них двигательную правильную паттерну движения, двигательную активность восстановить. Все, и от этого уже идет, набираем физкачество. Если хорошая погода, мы обычно занимаемся на улице. Я и предпочитаю, как бы витамин D всем нужен, особенно подрастающему поколению. В целом, как бы так и строится процесс. Делите там, неделю расписываете, руки, ноги, горка. Ну вот, там посмотрим, как будет в сезоне». На старте сбора у тренерских штаб докладно сформулировал головные задачи и установки на передсезонку. Новая назва команды так само вызначает намеры и чаканье. Прогресс от молодых хлопцев у фарме. Прогресс – наш выток и наша мета. Памятучи об минулым, глядим у будущиню. Так улучшить лозунг команды. «Это для меня новый вызов. То есть, как говорится, все образы правления теперь у меня. То есть, есть что доказывать, есть к чему стремиться. Собственные, конечно, есть какие-то задачи на сезон. Но первоначальная задача – это, конечно же, подготовка ребят к первой команде. Мы сейчас закладываем базу, закладываем фундамент, их физическое состояние, чтобы было на уровне. То есть, сезон покажут. Ждем болельщиков на трибуны. Команда новая, тренер новый, тренерский состав весь новый. Поэтому ждем болельщика, чтобы нас поддерживали, гнали вперед, потому что ребята нуждаются в этом всегда. Название такое, чтобы, как говорится, молодежь именно прогрессировала». Оценить выники пересезонной подрывтовки, тренерский штаб и сама команда «Зможа Зусимхутка» 27 липня стартует Кубок Цыплакова 2022. Как прогучало в новом сезоне, боротьбу заголовный трофей подшнуть у всей команды высшей лиги, а так само белорусский клуб у МХЛ «Динамо Шинник». Финальный поединок намечен на 12-го жюня.